Так, всем привет, с вами Добгай, и мы продолжаем играть за Италию в ванильной Херсфаре М4. В прошлой серии тут происходило просто непонятно что. Германия в союзе с Советским Союзом, при этом еще одна часть Советского Союза тоже сейчас существует и воюет. Она, собственно говоря, и напала на другой блок стран. Здесь также Испания воюет со всем этим чудом. И параллельно блок под началом США воюет с Британией и, собственно говоря, моим королевцем Италии. Здесь очень много непонятных стран, здесь вон какие-то китайские страны. Но мы продолжаем то, что мы хотели делать в прошлой серии, двигаемся дальше по Балканам. Скорее всего мы из-за этого вступим в войну с Советским Союзом и Германией. Возможно, мы сразу же их и пойдем закатывать. Собственно говоря, здесь, я думаю, не сильно большая армия, мне не сильно страшно. Но вот в Германии, конечно, армия посерьезнее будет, так что здесь надо поаккуратнее. Ну а мы также сюда двигались, потому что мы хотим в первую очередь завоевать Венгрию. Потому что мы в войне с Венгрией, которая в союзниках, так сказать, в североамериканской Антанте. Ну, в любом случае, поехали. Появляем мы войну Болгарии. Авиация у нас здесь везде на позициях. Единственное, мы сейчас вступим в войну с вот этим вот чудом. Но пока что я Британию туда не хочу звать. Вообще, подумаешь над тем, чтобы вообще звать Британию или нет. Здесь мы без проблем продвигаемся. Вот там уже будут проблемы на севере. Болгария капитулировала. Сейчас мы перевиним эту армию в Словению. Атаковать. А затем сразу и в Венгрию. Ну и вот мы, собственно говоря, в войне с этим прекрасным блоком. И мы получили поддержку Папы Римского. Идем дальше к агентам церкви. У нас уже появился баланс сил между святейшеством и, собственно говоря, Эммануилом. Ну и нам, конечно же, надо двигать все к святейшеству. 1515 берем. Это уже Эммануилом. Это уже не хотим нажимать. Отлично. В СССР наконец-таки закончилась Градонская война. Но война все-таки продолжается дальше с другими странами. Поэтому я не думаю, что он выйдет из Альянса. По-моему, во время войны нельзя. Я здесь самолеты на защиту наших территорий отправил. Потому что там стратегические бомбардировщики нас бомбят. Но я подозреваю, что это происходит из Венгрии. И поэтому, как только мы заберем Венгрию, в принципе, это должно закончиться. Сюда мы отправили часть авиации на поддержку. Можем отправить еще чуток. Сейчас где-нибудь истребители выкинем. И по-быстрому мы пройдем в Венгрию. Британия тем временем капитулировала Швецию. Здесь смотрите, какое количество дивизий. Всяких разных стран. Причем Германия еще не воюет с Британией, но уже держит там войска. Это, кстати, на самом деле неплохо. Можно сказать, что они отвлекают их по разным непонятным вещам. Перешли мы в наступление уже до самой Венгрии. Словения побыстренько мы захватили. Здесь, в принципе, тоже войск немного. Поэтому каких-то проблем не должно быть. И теперь мы будем двигаться в сторону Румынии, Чехословакии, пожалуй. Только стоит сразу понять, что за Австрией и за Чехословакией будет Германия. Поэтому нужно быть аккуратным. Возможно, стоит просто Турцию сесть между телом. Гарантия от Британии не работает, потому что мы нападем. А от Германии мы и так уже в войне. Так что давайте-ка вот сюда мы и направимся, следующим делом. Тут случилось то, что Германия сама напала на Британию. А следовательно, я уже никак не могу остановить эту войну. И, значит, надо думать, что делать. Здесь Советский Союз оказался в Испании. Я не очень уверен, как, но, видимо, какими-то вещами с гражданской войной в Испании. Здесь теперь две Испании и Советская Испания. Короче, ужас. Возможно, они так замирились с Испанией. Френ его знает. Мы захватим, поэтому, думаю, здесь Турцию. Затем вот эта армия, в основном из границ-стрелков, перейдет на Кавказ. Может, мы здесь где-то установим какую-то границу, потому что одной армии сюда наступать, очевидно, не получится. Но основные наши армии, наверное, пойдут сейчас вот сюда. И плюс в Испанию. Ну и будем как-то бороться с этим блоком. Собственно говоря, Румыния, Чеслакия пока что отложиваются на потом. И Австрия очень удобным буфером будет работать. Но здесь, как можете видеть, фашистская Швейцария напала на Австрию. Ну, пускай они там бесконечно сражаются. Это не сильно важно. Важно сейчас победить вот этих 100 ребят. США смогли зазвать в свой альянс Бельгию. Следовательно, Британия теперь еще одна здесь цель. Не уверен, как Британия с этим справится. Нам срочно надо им помочь. Я хотел здесь сделать высадку, но на самом деле нахрен высадку. У нас теперь есть нормальная граница. Нужно побыстрее схватить здесь все территории Советского Союза, а потом переходить на север и помогать с Бельгией и Германией, я так полагаю. Также мы тут охоту на конвой устраиваем нашими подлодками. Посмотрим, откуда идут. Я думаю, с севера идут конвои. Но без конвоев, я думаю, эти войска сейчас будут умирать. Но, как видите, здесь и так сейчас очень много где со снабжением проблемы. Я думаю, мы вот они идут. Перекроем еще лучше. Так, здесь в основной части мы разбили. Я думаю, нам надо срочно вот сюда бежать, чтобы границы свои уже защитить. Потому что, как можете видеть, здесь уже подходят войска Германии, Бельгия. Не хватает нам и там и там войск. Возможно, также хочется побыстрее отсюда войска вывести. Но нужно тут все капитулировать. Все-таки соединить эти территории. Здесь сделать какую-то границу. Получаем мы также дополнительные войска. Но пока что я их не хочу деплоить. Пускай получат больше опыта. Мы тут успешно движемся в сторону его святейшества. Как только у нас откадышится еще одна кнопочка, я думаю, мы уже сможем добить нужное число. Начинаем мы нападение на Турцию наконец-таки. Сразу же надо призвать Британию, чтобы не замедлялось наше нападение. И перебросить сюда постоит штурмовиков. Турция наконец-таки капитулировала. А это значит, что мы можем отсюда отвезти одну армию. И оставить вот здесь нашу горнострелковую. Возможно, я даже как-то вот так бы атаковал. Но не дальше этой позиции. И вот эту армию можно как-то переворвать. Здесь у нас жесткие битвы идут. Но мы, в принципе, успешно держимся. Даже не знаю, возможно, стоит куда-то сюда напасть. Но с другой стороны, тоже это не самая быстрая цель. Поэтому, наверное, я переброшу эти войска вот куда-нибудь сюда. Давайте пока просто вот так сделаем. Пускай они едут. И поможем в Испании. И затем уже будем выбивать на север. В мире происходит просто какой-то ужас. Этот блок воюет с нами. Но при этом он воюет с этим блоком. Здесь просто три блока воюют друг с другом. В Китае еще какое-то что-то. Причем Китай тоже в один момент как-то с нами начала воевать. И вместе с Японией он... Короче, какой-то дикий ужас. Единственное, что я рад, что у Советского Союза какой-то огромный фронт. И он потихоньку будет отступать. Держит ситуация тяжелая. Но мы кое-как держимся. Плюс все пытаемся отбить вот эту провинцию. Но плохо получается. Потому что в воздухе у нас ситуация так себе. Несмотря на то, что мы больше истребителей из них посевальнику выбиваем. И вроде как мы как бы в плюсе по цифрам. Все равно самолетов очень много. Ситуация сложная. Так, новая слотка с фронта. В Испании мы тут сделали неплохую линию оборонную. Можно чуть-чуть подправить. Вот так вот сделать уже. Единственное, у нас очень не хватает, как можете видеть, снаряжения. ПВО, ПТО, пехотное тоже. Поэтому везде пока стоит остановить наше наступление. И возможно вот здесь вот стоит отойти. Потому что сюда тоже очень много едет пушек. И они там просто сгорают. Так что я бы, наверное, просто отошел на какую-то, возможно, вот такую линию обороны. И постоим, подождем пока все восполнится. Собственно говоря, здесь мы тоже стоим. И здесь тоже мы супер хороший ритминг сделали. Теперь в боях здесь все хорошие. Я смотрю, что у немцев боеспособность тоже где-то подпросила. Им тоже не хватает бесконечно наступать снаряжения. Но самое главное, мы наконец-таки в воздухе одерживаем победу. Как вы можете видеть, мы наносим намного больше урона. То есть вот сбит наших всего лишь 130. Варварских почти 900. Штурмовики, конечно, мы потеряем, но все еще меньше, чем они. И бомбардировщиков вообще 517 сверху. То есть в воздухе мы очень уверенно себя чувствуем. Опять же, не просто так. Я здесь построил радар. Сейчас еще лучше даю еще одно уровня, чтобы еще больше покрыть обыкло. Но у нас здесь отличное эффективное задание и обнаружение 100%. То есть мы все, что можем найти, все находим. То есть наши самолеты всегда кого-то, как вы можете видеть... Если у них есть возможность сбить кого-то, они сбивают. И это супер сказывается на потерях. Плюс у нас очень хорошие самолеты. И производим мы их в отличных числах. Так что, когда здесь станет позеленее, мы сможем даже попробовать контратаку. Но пока мы просто под хорошим уверенным воздухом можем наконец-таки спокойно держаться. Потому что до этого были очень большие проблемы из-за того, что мы не могли просто-напросто сбивать их штурмовики и тактические бомбардировщики. И из-за этого давление было просто невероятное. Здесь же теперь все спокойно. Здесь спокойно. И здесь сейчас тоже будет спокойно. Восполним все ресурсы и затем можем перейти в контрнаступление. Я, оказывается, не размутился. Но говорил я про то, что мы почти не несем потери, а сносим им огромное количество. И самолет у них в один момент кончится. Плюс я сейчас отправил наши штурмовики на дар по логистике. И сейчас станет еще веселее. Вместе с этим вот нашими морскими бомбардировщиками активнее стали бомбить вот здесь. И из-за этого, как мы можем видеть, войска немецкие, да и советские тут вроде, да. Очень много где без снабжения находится. Это, конечно, приятно. Здесь тоже потихоньку у них снабжение периодически прерывается. Но самое главное, мы потихоньку выбиваем им грузовики и поезда. В один момент они могут просто закончиться. Потому что они все стоят и стоят. И вот здесь мы тоже выбиваем. Собственно говоря, даже железнодорожное орудие повреждаем. И я думаю, когда у нас появится побольше бомбардировщиков, тоже мы их туда отправим. Здесь наконец-таки можно прожать литератические реформы. И вот то самое, что мы хотели. Попаримские власти. И вместе с этим у нас открываются новые фоксы. И вместо этого фокса я пойду как раз таки вот сюда. Давайте посмотрим, что здесь есть. Это просто у нас папское экзорство станет. Ничего такого. Вот здесь уже что-то поинтереснее. Атака и объем заводского производства. Супер. Но самое главное, мы стабильности не будем терять от наступательных войн. Вот скорость восстановления и факторы военно-безда тоже супер приятна. И здесь забавная вещь. Сверхтяжелая САУ нам дается. А точнее, сверхтяжелые танки нам даются сразу. Просто по этому фокусу. То есть в теории можно не исследовать его и начать резко производить сверхтяжелые танки. Но этого делать я не буду. Мне они не нравятся. Хотя они подешевле даже будут. Здесь у нас дается возможность у Британии запросить Палестину. И вот здесь очень классный баф. Реально очень классный. Дратиус действия плюс 15 авиации. Эффективность служного задания плюс 20. Это очень много. Штраф минус 30 тоже супер приятно. И штраф атаки плюс 15. То есть на самом деле это бафает наш воздух просто неимоверно. Ну и вот здесь вот просто набор общих бафов. Скорость роста подчинения приятна. Еще один оперативник приятна. И фабрики ТНП приятна. И кстати еще еженедельные плюские ресурсы. Так что пойдем мы вот сюда побыстрее наверное. Единственное я возьму конечно толпый видер как только смогу. И потом закроем все эти фоксы. Вот бафа приходит к власти. И вот мы давили Германию до просто безумного состояния. Ноль грузовиков. Ноль поездов. Хотя здесь пишется один. И вот эта цифра утром непонятна. Потому что на самом деле это не ноль. Здесь что-то снабжается нормально. Но в целом вот так вот выглядят ее войска. Наверное практически везде. По крайней мере у меня радиуса. Пункт снажения здесь видите он есть. Спотмогут. А здесь вот уже все не хватает радиуса. Они горят. Примерно та же самая ситуация здесь на юге. Можете видеть здесь мы выбиваем тоже. Но здесь это именно советские скорее уже. В Советском Союзе тоже потихоньку выбиваем. То есть допустим здесь пока мы не воюем. Бобим их снабжение. Здесь мы сейчас будем переходить на наступление. Истребители у них тоже в принципе кончаются уже. Как вы можете видеть. Ноль потери нас. Почти под осадки улетают там. И они все еще не отступают. В воздухе там. Так что мы еще чуть-чуть подождем. И перейдем в ультра наступление. Так кстати фокус вот на Палестина мы сделали. Британия нам ее отдает. Прекрасно. А тем временем я хочу достроить. Потому что здесь на дорожное орудие. Вот как раз его сделали. И отправляем его сюда. И уже после этого начнем наступление. Здесь кстати Португалия зашла за Германию. Это чуть-чуть нам создало небольшие проблемы. Но в целом здесь все так же все хорошо. Авиации мы уже. Имеем преосходство. Это самое главное что нужно для победы. Здесь наступать мне не хочется. Потому что здесь неудобно наступать. Просто фронт будет увеличиваться и увеличиваться только. Поэтому сначала мы покончим с Германией. И затем уже пойдем на восток. Собственно говоря. Доедет орудие. Оно здесь. И можем начинать. Но начинать я думаю мы будем уже в следующей серии. В этой серии мы сделали Папское государство. Здесь начали воевать уже с целым альянсом Германии. И Советского Союза. Очень мощный альянс я бы сказал. На самом деле по заводам. Вообще даже так вот можно посмотреть. То. Кстати говоря нас больше. Но это потому что я очень сильный. Уже. Ну а я подождите. Не туда я посмотрел. Нет нет нет. Нас не больше. Кому я рассказываю. Было бы странно. Если бы нас было больше. Их в полтора раза чуть побольше. Но учитывая что мы еще воем с кучей других держав. То конечно. Положение у нас проблематичное. Но. Привернули мы вот здесь вот. Не дали мы. Немцам снабжать свои войска. И сейчас спокойно мы сможем выдавить их из Франции. Из Испании. Захватить Португалию. И уже затем вступить на немецкие земли. Так что. С вами был Дукай. Подписывайтесь на канал. Если вы еще не подписаны. Ставьте лайки. Комментарии. Все как обычно. И до скорых встреч. Пока.